Семья Ангелины Шемякиной – она и её четыре маленьких ребёнка. Вынужденная бедность выпала на их долю относительно недавно. У женщины умер муж, и все материальные заботы упали на её плечи. В Севастополе жила на фиоленте с мужем. Вот он год назад умер, в ноябре будет, как он умер. И всё, потом как бы тяжело началась жить с детьми. Подрабатывала, ходила. У Ангелины нет российских документов. Ещё в 2014 году она лишилась прописки. Получить паспорт Российской Федерации после этого стало практически невозможным. А значит, устроиться на работу официально она не может. Случайная встреча с волонтёрами – настоящая удача. Именно они помогли семье переехать из полуразрушенного дома в квартиру. Девочки нашли, как бы искали долго. Я не знаю, как там у них это делается, всё по интернету или ещё что-то. Они давали объявления, наверное, куда-то, и отозвались люди. Тот хозяин, где я до этого жила, тоже продавал жильё. Нам с детьми некуда было идти. Ангелина и её четверо детей живут не одни. В соседней комнате – пенсионер Михаил Сиро. Два года он обитал прямо на улице. Волонтёры нашли его на скамейке. Мужчина тяжело болел, и медицинская помощь ему была просто необходима. Пока у нас нет возможности каждому отдельно снимать жильё, оплачивать. Михаил у нас полностью проверен, то есть даны анализы. Он не опасен для детей, ничем не болен, кроме как у него проблемы есть, но они не передаются, скажем так. У маленькой дачки на окраине города своя история. Олег Гречухин и Наталья Шугаева живут в непростых условиях. Снаружи их дом больше напоминает скворечник, а внутри только печка, кровать и лишь один стул. Семейная пара в браке уже 38 лет. Сын Натальи уехал на Кавказ, где скончался от воспаления лёгких. Жизнь супругов приобрела другой оттенок. То есть это был полностью участок, потом Наташа поломала ногу капитально. Да, но у нас здесь хорошие соседи оказались, даже если у нас есть какие-то... И пришлось часть участка продать, чтобы платить. Камни, претновения, всё равно мы всё живём. Наташа, подожди, ну я же говорю конкретно. Да. Прошу вас продать, чтобы платить операцию. Она полгода бегала в этих кругах. В железках. Ну эти вот... Потом сняли, потом... Елисеева, или как у неё сбок круги. А потом, а потом... И вот с тех пор она у неё как бы не зажила. Немножко не текла, не на ту косточку. Она боится двигаться. Передвигаться самостоятельно она может лишь ползком. Каждый выход на улицу для женщины – настоящее испытание. Её главная опора – муж. Волонтёры помогли Олегу с документами. Накануне он получил первую пенсию. Теперь их жизнь будет немного проще. Сердце Севастополя оказывает таким людям гуманитарную, бытовую и материальную помощь. Опять же, нету какой-то определенной стратегии или критериев, как мы помогаем. То есть мы узнаем событийность людей и стараемся включаться максимально во все ситуации, чтобы, ну, опять же, максимально помочь объективно. Соцзащита, например, отчитывается, что у нас в городе нет проблем с бездомными, нет проблем с людьми, которые проживают без документов. Ну и вообще в целом у нас проблем нет и всё хорошо. Но, как показывает практика наша деятельность, ну, куда хорошо. Движению сердца Севастополя необходима любая помощь. Зачастую требуются продукты питания, одежда, коляски, мебель, бытовая техника и многое другое. Узнать подробности и познакомиться с историями подопечных подробно можно в социальной сети ВКонтакте по ссылке, которую вы видите на экране. Алина Пчелинцева, Михаил Жучков, Севинформбюро.